Бронзовую фигуру Высоцкого в сквере возле концертного зала фестивальной установили 7 лет назад. Памятник специально не стали поднимать на постамент, чтобы почитатели многогранного таланта Высоцкого могли постоять рядом со своим кумиром, который как будто бы на минуту остановился в парке. В этих местах он бывал не однажды, теперь сюда дважды в год. 25 июля в день смерти и 25 января в день рождения талантливого актера, поэта и певца несут цветы. Где твои 17 лет? На большом каретном. И где твои 17 лет? На большом каретном. А где твой черный пистолет? На большом каретном. А где тебя сегодня нет? На большом каретном. Сегодня в честь дня рождения Высоцкого звучали его самые известные песни. Его нет уже почти четыре десятка лет, но слова многие помнят наизусть. Сочница Владимира Петрова назвали в честь Высоцкого. Он тоже творческий человек, как и многие, любит петь под гитару нестареющие хиты своего великого тезки. Я родился 24 июля 1980 года. Очень долго думали родители, как меня назвать. Но так как мой отец был поклонником Владимира Семеновича Высоцкого, и он умер на следующий день, меня назвали Владимиром в честь Владимира Семеновича Высоцкого. Я работаю тоже в сфере культуры. Я открывал этот памятник в качестве ведущего. Сегодня Высоцкому исполнилось бы 80, но судьба отмерила ему всего 42 года. Он прожил короткую, но очень яркую жизнь. Играл в кино и театре. Его песни, несмотря на запрет, пела вся страна. Для Сочи Высоцкий тоже особая фигура. Примерно 25 лет я провожу эти мероприятия два раза в год. Людей всегда много. Иногда бывает очень много. Но, допустим, летом у нас последний вечер мы проводили, в Дню памяти, в парке Ривьера, в Зеленом театре. У нас было порядка 1200 человек, которые пришли послушать, вспомнить, попеть вместе с нами. В Сочи в честь 80-летия Высоцкого организовали целый ряд мероприятий в библиотеках и домах культуры. Ведь интерес к творчеству и личности Высоцкого не угасает до сих пор. Тому подтверждение – его песни, любимые не только старшим поколением, их с удовольствием поет и молодежь. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.